В Новый год со старыми проблемами жильцы аварийного дома на Бердском шоссе бьют тревогу. В январе они остались не только без воды, но и без канализации. О том, в каких условиях приходится жить людям и об альтернативах, которые предлагают чиновники, расскажет Алия Арзаева. Ходить за водой к колонке жильцы этого деревянного дома уже привыкли. Водоснабжение отключили еще в прошлом году. Новый год принес новые сюрпризы. С наступлением холодов промерзли канализационные трубы. Где-то к соседям сходим. Ну, когда нету уже соседей, терпим. Ну, а где-то, ну, неудобно говорить даже об этом. Действительно, приходится пользоваться ведром. И потом это все выбрасывать, ну, как вы поняли, в мусорный бак. Все, больше, ну, больше никак. На все обращения, что мы просили, хотя бы поставьте туалет на муличный. Итого, ну, бесполезно. Однако говорить о том, что обитатели аварийного барака бросили на произвол судьбы, было бы не совсем справедливо. Людям предложили несколько вариантов расселения в квартиры маневренного фонда. Но с переездом они не спешат. Основной вариант – вот этот дом в Затоне. Вокруг такие же деревянные бараки. Вот здесь, вот в этой квартире, именно промерзшие окна полностью. В них даже вода стоит в теплопакетах, стоит вода полностью. Также трещины, отваливается плитка в дверях, в стенах, вот полностью, как идет ограждение туалета и ванной. Там просто вот так трещины вываливаются все так же. Под ванной прям проводка лежит, которая дымится. Я включаю, не понял, откуда дым пошел. Напугались. Другие варианты не лучше. Последнее, что предложили – подвальное помещение в одной из хрущевок. Это техническое помещение. То есть там был, может, когда-то инвентарь стоял, вот такой вот все. Потому что стена уходит точно к подвалу. Это там крысы будут, там и тараканы, и вся нечисть будет. И на решетках еще и рабица в мелкое. Вот и выходит, что предлагают поменять шило на мыло. А пока жильцы не согласны, пытаются реанимировать умирающий дом. С 9 ноября, когда было заключено соглашение с нами, мы уже проделали такой объем работы по денежным средствам и все остальное, что данный дом, наверное, скорее всего, за весь год столько денежных средств не платит за коммунальные услуги, не говоря уже, что столько же, если это все дело осметить. Поэтому мы и то эти денежные средства ни в коем разе жителям никогда не собираемся предъявлять, потому что индустрия – это жилье аварийное, и мы пошли навстречу администрации. На днях многострадальный дом посетили инспекторы ГЖИ. Заключение однозначное – дом аварийный. Ответственность на управляющие компании. Есть заключение о аварийности этого дома. Дом практически на честном слове стоит. Там нету 30% чердачных перекрытий наверх, просто небо видно. Я говорю, вы взяли ответственность – несите ее до конца. Единственное, чего жильцам удалось добиться сегодня – управляющая компания отправила работников отогревать замерзшие трубы канализации. Хотя сами признаются – это сизифов труд. При каждом похолодании история с трубами будет повторяться. Алия Арзаева, Александр Ведерников, Новости ОТС.